Перед вами следующий купальный топ и он тоже необычного дизайна. Но я всегда смотрю с точки зрения конструкции и для какой груди он подходит. Поэтому мы сейчас с вами вот эти декоративные завязки развяжем и посмотрим на конструкцию, как же она скроена. Потому что здесь визуально крой скрыт декоративной внешней вставкой. И здесь можем мы с вами увидеть хорошую, стандартную для бренда чашку, которая отлично работает с любой, причем полнотой. Поэтому этот купальник можно будет брать для любой груди. У нас здесь есть вертикальный, есть диагональный шов, хорошая зона покрытия у груди. Здесь достаточно стабильная, но при этом все равно эластичная ткань. Поэтому если есть полнота сверху, она здесь поместится. То есть видите, у Кристина она вся ушла вниз, здесь даже кажется свободным. То есть мы ослабили вот за счет этого элемента и появилась свобода. Ну, эта грудь у Кристины поменьше, эта побольше. Поэтому мы ориентируемся при посадке на большую грудь. Это тоже имеется в виду. При меньшей груди мы регулируем асимметрию за счет бретели, а не за счет размера и наполняемости чашки. Что здесь делает чашка? Она создает красивую округлую форму. При этом внутри там тоже есть подклад, да, сетка PowerNet, но она здесь мягкая для того, чтобы конструкция была стабильной. Потому что если чашка будет однослойная, то верх может быть, ну, так скажем, очень хлипким, да, а кант создавать вот это вот разделение, да. То есть у нас здесь будет грудь и вот здесь будет разделение. Здесь посмотрите, насколько все хорошо, стабильно выглядит. И сама по себе косточка здесь не очень высокая у каркаса. Если Кристина повернется, я вот вам покажу. Вот здесь заканчивается у нас кость. Все основание у нас здесь прилегает. Здесь у Кристины будет дополнительная грудь, что, ну, все нормально. Здесь по ее, конкретно по ее индивидуальным особенностям все хорошо. Ну, и пояс у нас уходит по нисходящей, так красиво формирует спинку. Здесь у нас идет перпендикулярное крепление бретели к поясу. Бретель регулируется только наполовину. Обратите на это и имейте в виду. Но при этом, несмотря на то, что здесь регуляция наполовину Кристине, мы смогли посадить этот безгальтер. Подходит он ей по росту. Все хорошо, хотя Кристина у нас девушка высокая. И чуть-чуть я приоткрою, да, покажу вам. Вот смотрите, здесь у нас все-таки тоже пояс двухслойный. Это тоже будет говорить о том, что безгальтер будет служить дольше, да, поскольку пояс будет стабильным. Эту чашку я рекомендую как для средней, так и для большой полноты. Для тех, кому хочется иметь открытое декольте, но при этом не жертвовать формой, красивой формой груди в купальнике. Хочу сделать отдельный акцент на внутренней части купальника. Про это мало кто говорит, но я хочу вам про него рассказать и показать. Я хочу сделать отдельный акцент на внутренней части купальника. Про это мало кто говорит, мало кто показывает. Но это очень важно, потому что главную поддержку оказывает не внешний слой купальника, а именно внутренний. И здесь он шит из специальной стабилизирующей сетки И посмотрите, все швы прекрасно отделаны, они все спрятаны для того, чтобы не раздражать нежную кожу груди Поскольку однослойные купальники по тяжести своей в воде будут растягиваться А если вы их же посушите на солнце или искупались в море и положили сушиться То такой купальник может очень быстро прийти в негодность Поэтому при выборе ассортимента купальников всегда обращайте внимание на то, как купальники шиты Пояс и чашка должны быть стабильными, они не должны растягиваться Должны иметь размерность так же, как у белья, для того, чтобы можно было подбирать их правильно Тот, кто все-таки ориентируется на корректный подбор по законам профитинга, так скажем Я всегда рекомендую брать купальники, где этот элемент продуман То есть все внутри стабильно, все хорошо отделано, нет никаких раздражающих швов Все спрятано, это говорит о подходе бренда и заботе о своих клиентах За что бренду отдельное спасибо